Добрый вечер! Спасибо огромное для народов, которые, несмотря на дождь, снег, вельскохом, до нас забрались. Спасибо огромное Евгении Шеплиной, которая играла нам в лейте. Если кому-то понравилось, то хотите взять свою визитную карточку, так она бы нам дать, как книги. Прежде чем я перейду к своему небольшому выступлению, докладу, рассказу, я хочу сказать, что книга вовсе не является моим личным творчеством. Над книгой работала целый коллектив, замечательных профессионалов, которых всех нужно немедленно упомянуть. Порядок супроизвольный. Есть, начнем с редактора Алины Козиной, корректора Деборы, дизайнера Гали Блейх, фотографа Андрея Зиганника, автора картины для обложки Дор Хальпан, и руководителя всего этого безумного проекта, который совершенно интересно, почему он получился, моей жены Ани, которая все это вытягивала, мерила конфликтующие стороны. Если вы не видели никогда, как дизайнер разговаривает с фотографом, то беседа «Даба с тигром» вам покажется. И от имени всех этих людей я так хочу благодарить Всевышнего, что все это получилось. Поскольку наши мудрецы не установили благословения на дайне книги, благословения на новых ружьих и черничных, которых нам отрокроют. Амин! 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 Так вот там, вообще надо коллектив, который, работа на Роднике, вот если взять всех из замечаний, и работников, и всех, то, может, не знаю, этот дед, вот включает и евреев, и неевреев, и христиан, и хоридин, и абсолютно хатеистов, тёртых, не называем его имени, А, кстати, я еще забыл автор карты, кстати, тоже немалая работа, Кайзи Сирады здесь нету, но это... Кайзи нету. А, зря, ты копьяк. Ты не потому что увидел, вспомнил, а сначала вспомнил, а потом... Да-да-да, быстрее. А вот. Так что, прошу прощей. А карта, на самом деле, не забыл. И тут нету. Я думаю, что на данный момент самая полная существующая карта в комплексах Раунной горы. Ну, для сравнения карта, которую ЦРУ использует, в ней три раза меньше объекта помечены, чем на этом. На этом закончим благодарности и восторги. То, что я хотел сегодня обсуждать с вами, это вопрос о направлении молитвы в контексте... Хорошо. Храм с самого начала, в самых старых источниках, упоминается, что наш храм обращен лицом дохода. То есть, точнее так, храм обращен лицом на восток таким образом, что вся эта молящая, входя от храм, стоит лицом к западу. Кроме того, что это просто написано в столе относительно... Мишка там. Кроме того, дальше, кстати, она в предстоительстве храма, первого храма это не упоминает, но в предстоительстве второго храма это называется с самого начала. Начинается с письма Ристея, которую можно найти в книге, письма грека, или точнее, как я думаю, эллинизированного еврея, который сосединил на театре 2-го века Риста Алим, подчеркивается уже, что храм лицом обращен к востоку, а задней стороной на запад. То есть, вот эта ориентация храма с востока на запад, она с самого начала очень важна. Если мы смотрим не с точки зрения Тора, а с точки зрения историка, то, на мой взгляд, очень сильным доказательством того, что это древняя традиция, слушают факты, что это направление не задано в топографии местности. В топографии местности мы имеем хребет, который тянется в северную лиму. И храм стоит поберег рельта. Поэтому в древние времена всякий часть подходящих к храму бьет ему сбоку. То есть, если стоит как бы на... И нормальный архитектор строит здание и не построит вот таким образом, что каждый посетитель, заходя в здание, подходит ему сбоку. Следовательно, это направление было очень важно для строительства. Направление молитву лицом на запад. В Талмуде неоднократно повторяется утверждение, что шхенабы маараб, божественное присутствие на западе, имелище в виду ловное лето. То есть, понятно, где мы скажем, есть какие-то токи, смысл можно найти. Но основной смысл стоит в том, что молиться лицом на запад. То есть, света... Откуда это берется, эта странная тема молитву лицом на запад? Это странная, по крайней мере, неочевидная. Есть два объяснения, можно сказать, позитивная и негативная. Позитивная дает нам книга Эфемии. В книге Эфемии описывает, что с небесных светилок поклоняются к Всевышнему. В каком случае небесные светилы поклоняются к Всевышнему? Они в Солнце-Востоке. Для того, чтобы они ему планились, привычно он будет на западе. Поэтому это позитивное объяснение, почему Бог каждый находится на западе, и его сторону надо молиться. Роман по своей традиции идет, как он всегда любит эту линию, объяснять разные элементы еврейского закона через отвержение нееврейского закона. Он говорит, что Абраам Абину установил молитву на западе. То есть, вот что имеет в виду наши мудрецы, говорят, что жена на западе. И разъяснили нашему мудрецы, что Абраам Абину установил молитву на западе. То есть, имеется в виду, что он установил, что направление на святой святой должно быть на западе. Это уже направление Роман. Но мудрецу, значит, что Абраам установил традиционное лицо на западе. Почему? Потому что тогда было известно во всем мире Абудата Шемес, услужение Солнцу, которое есть Бог. И поэтому люди все молились Солнцу. А раз люди все молились Солнцу, то есть лицо на Восток, то мы, естественно, должны молиться в обратную сторону, чтобы показать, что мы не как все эти язычные. Это интересный вопрос, на который мне не хватает исторических знаний. Насколько действительно большинство древних народов молитвы на Восток? Я знаю достоверно про древних индийцев. Ориентация ведических жертвенников, древний арийский пульс, это написано в Древние, она на Восток. Второе, что мы знаем достоверно, это религия Митры, которая постранилась очень сильно в поздней астичности. Она тоже религия молитвы на Восток. Но мы говорим о установлении молитвы на запад, который предшествует Дмитрии на тысячу лет и на несколько сот лет, может быть, ведическим. Так что, по-видимому, это вопрос, насколько это действительно установлено против народа, я бы не знаю. Куда молились древние греки во времена Камена? Не знаю. В ответ, может быть, для тех, кто знает, и скажет. Но у нас есть два объяснения, почему надо молиться на запад. Итак, мы установили, и казалось бы, если все так хорошо написано, мы все должны молиться лицом на запад. Кто из вас, став утром на утреннюю молитву, порачивается лицом на запад? Немногие. Только те, кто живут. А, да те, кто молят, да и все так. А это как-то не является правилом. Потому что в конце эпохи второго храма возникла альтернативная идея, что всем надо молиться в сторону храма. И она, только у нас формулирована лишняя, что где бы внешний проход, что где бы человек не молил, не находился в мире, он должен вернуться лицом к храму и молиться в эту сторону. На самом деле, не вполне понятно, когда эта идея была формулирована, потому что половина синагог построена и в эпоху храма, и 100, и 200, и даже 300 лет после разрушения храма. Половина сориентирована на запад, а половина сориентирована в сторону Иерусалима. Например, синагога в Иеродионе обращена лицом на запад. А другие синагоги, так сказать, в того же времени обращены именно в сторону Иерусалима. То есть еще тогда продолжался этот спор ударов на молитве, только, по-видимому, где-то в времена Талмуда, может быть, в каком-нибудь 3-4 веке уже окончательно, вот с четвертым рядом уже окончательно справляются, где же надо молиться всем в одну сторону, в сторону Иерусалима. Мы в конце попробуем прийти к философски-мистическим смыслам этого решения, но прежде обратимся к архитектуре именно в архитектуре храмового храма. Архитектура Мишкана и архитектура первого храма знает только одну груз. В ней есть только один вход. Помните картинку Мишкана? В машине есть двор, то есть один вход. Ты входишь в этот один вход, есть здание, собственно, самого Мишкана, где-то одна дверь. Одна и дверь. Причем все вытянуты в доме. И Мишкана он длинный, как только он длинный, и двор его длинный. То есть все быстро относительно оси, воплощающий одну идею, предстояние человека перед Всевышним. Человек заходит. Вот я, вот Бог, вот я с ним. Никаких, например, в Мишкане, не найдется нигде ни в первом храме. Идея обходить вокруг храма. Там он, собственно, и географически, так устроен, пока он ничего сделать. Уже впервые у пророка Хискеля мы обнаружили вторую симметрию. Кроме осевой симметрии мы уже видим квадратные формы, и мы видим, что у пророка Хискеля вор храма и с ними два наружных видов внутренних, и они уже имеют входы с разных сторон. Форма его уже не вытянутая, а квадратная. То есть храм Хискеля люди заходили, он теоретически понимает, да, храм Хискеля никогда не построил. Реальность – это некоторый образ литературы, можно обсуждать, что он имел именно в виду, и что хотел по этому поводу сказать пророк – это другая тема, но некоторый, в принципе, литературный образ храма, кстати, полностью воплощенный в кумранских рубриках. То есть этот самый храм точно совпадает с тем храмом, который хотели построить в Кумране. Жители Кумрана, которые, конечно, некоторые висеи, кто-то там, что там жил в Кумране, хотели построить храм именно вот такой формой квадратной, в которую можно заходить с разных сторон. Подбор, прошу прощения, подбор храма, а храм сам остается в той же линии, тоже прямой. Но в Кумране, наконец, во втором храме есть идея ходить вокруг. То есть то, что мы сейчас делаем, заходя на храм в городе, традиция описанная в Нишне, мы заходим и описываем круг вокруг здания храма, а на времена Нишне, сейчас это полиция не разрешает, а в Нишне, в Нишне, надо еще падать в Нишне 13 места по кругу, вот находя вот таким образом здания храма, а еще были социальные люди, которые шли в обратном направлении по часам сделки, другая тема. Но по кругу, и входов, соответственно, и в храмовый двор, и тем более на территорию храмового двора, входов много, со всех сторон можно зайти, поэтому мы с метрами уже осевали. Единственное место в еврейской литературе, где появляется храм, в который можно войти с разных сторон, это книги Зон. Книги Зон описываются неоднократно с новой книги, небесный храм, который сбок с четырех сторон в одном месте, с четырех сторон в одном месте, и с шести сторон сейчас сверху и снизу, потому что в небесный храм можно войти с шести сторон, в который можно зайти с разных сторон, и, понятно, что с шести сторон в нашем мире довольно трудно построить, а с четырех зданий остаются. Это мы вернемся в конце. Итак, на храмовый горе есть одна ось еврейской молитвы, вот так, и есть вторая возможность еврейской молитвы со всех сторон в центре святой и святой. Исторически это люди не очень хорошо понимают, исторически анекдот стоит в том, что первый человек, который помолил, первый еврей, прошу прощения, я по-другому, первый еврей, которому удалось помолиться на храмовый горе за последние тысячи, нет, в последние семьсот с чем-то лет, был полицей Гринга. Известный, не может быть не знать, все ли его знают, и в день освобождения Иерусалима один из солдат-освободителей задревал у восточной спиной храмовой горы. Он чувствуется, что трясут, а он просыпается, перед ним стоит курица Гринга, великий еврейский поэн, он говорит, вставай, молиться будем, вставай, будем молиться им. Что делает курица Гринга? Торжественно поворачивается лицом на восток, на Мазличную гору, спиной к храму. Галутное влияние величайшего, так сказать, певца Гюрлы, было такое сильное, что он не помнил ударной молиться, и молился, как бы, когда он вошел в спор, или молять на восток, надо понять, и вперед на восток. Это, интересно, такая, хорошо. Итак, это велос. Дальше наступает мусульманская эпоха, возникает совершенно другая певца. Мусульмане, как известно, молятся лицом в Кааде. Это не, то есть, находясь в Бургусалиме, на юге. Это не было так изначально. Собственно, Таран взглянулся во время, со второго суда, что мы видели, как ты обращался лицом в небо, обращаясь к Тарану, к Мухамаду, мы обратим тебя, ты милая это направление молиться, в которой ты останешься доволен. Обрати свое лицо в сторону за победную мечеть. То есть, начиная молиться в сторону Мехи. Смысл корановской фразы, значит, что ты, Мухаммед, на самом деле, хочет молиться в сторону Мехи. То, что ты до сих пор был вынужден, для Диака, молиться в сторону Иерусалима, это тебе невозможно. В этот момент сможет молиться за то, что все комментаторы мусульманской объясняют, что первые годы своей пророческой деятельности Мухаммед молился в сторону Иерусалима. Так, как это делается. Более того, по части комментаторов он специально остановился с южной стороны от Каабы, чтобы молиться и в сторону Каабы, и в сторону Иерусалима. Но потом он отвергается, где-то, что то еще упал по указанию Аллаха, он отвергает молитву в сторону Иерусалима и поращается в сторону Юга. Что происходит в статье этого? Что тогда мусульманские завоевальцы приходят на Храм Бутбору, а Люкомар приходит на Храм Бутбору, первым делом он ищет место Святой Святыли. Он ищет Танину. Есть несколько рассказов, как ему его ношу. В процессе главным персонажем является Кабаль Амбар, некий провидимый большой евельский мудрец родин евельский еврей, который стал его близким сотрудником. И ему мы в основном обязаны тем фактом, что мусульманы считают Храм Бутбортом. Именно он закручивал Амбара мы объясняем, как надо относиться к Храму и когда они заходят на Храм Бутбору, то Амар спрашивает, а где же будем строить место для нашей молитвы? Обращу внимание, это снова и снова Амар называет мусала мусульмин, место молитвы мусульман, не золотой кукол. Есть некоторое место, где должны молиться мусульмане. сейчас мы ставим где он возникает, где будем молиться. Хаб говорит, давай сделаем место за скалой, на севере. Давайте мы на севере будем молиться мусульмане, и тогда мы соединяем к Иблу, к Иблу Моисей, к Иблу Мухаров, мы будем молиться как евреи, да мусульмане одновременно. Амар говорит, ты еврействуешь, сказано на этом переводе, а я это люблю переводить жидовству, это буквально точный перевод исторический, да. Лучшая часть этой мечети передняя, передняя, то есть юга. Мы место молитвы мусульман, с юга, в мусульмане должны молиться на юг, на верху, а не на место храма, поэтому мы специально поставим ляксу с юга, для того, чтобы быть к золотому куклу, точнее, место скалы, место спасает святы. И это люди, иногда наши, так сказать, агитаторы, пропагандисты еврейские любят подать это как демонстративное неуважение мусульман к месту права. Это и условно не так. Это говорит Амарс, который проявил максимальное уважение к месту права, он своими руками расчищал эту скалу, он ее мыл там, не знаю, он всеми силами показал, что он имеет уважение к месту права, но мы туда не молимся, мы его уважаем, мы его ценим, но молимся мы на место. Что и почему он это сказал, это может быть тема не дискуссия, но это не было результатом неуважения. Таким образом, на храме Горево возникает другая область, перпендикулярная оси восток-запад, возникает линия север-юд. И тихуя об Осинской и Фатиминской мы уже видим очень яско. Главный ворот, главный вход на храмовую вору это северный. Там, со стороны сейчас Бак-Ноль-Хута, со стороны Квар-Ноль-Хута, со стороны того, что они же, кстати, назвали еще отдельной темой этой премии. Иногда в азийские времена называют один из двух ворот, северных ворот, ворот или колен Израиля. Почему? Интересная тема, но некоторое пророческое такое, да, решение, кстати, через эти ворота, поскольку и еврейские десантники освобождать право в городе в Северном году. Но пророчество это было сказано, высказано, поскольку в каком-то году, когда это место было тогда. Итак, эти ворота всегда главные, самые большие, самые красивые. Главная ось, человек ходит на храм в городе севера, он видит перед собой место храма и мечеть, и мерка. То есть, находясь там, в севере, мусульманин молится одновременно в сторону так, как там хотел, и одновременно в сторону мельки и в сторону места храма. кто так делал потом, это суфи. Все суфийские здания на храме горе сосредоточены в северном конце части храма. Суфи прекрасно понимали святость места храма, и суфи специально молились и, наконец, третья ось, которая возникнет, или четвертая, возникает в момент, когда приходят на гору крестоносцы, это христианская. Та самая направление молитвы на восток, которое отвергли евреи в самом начале, приходит на храм в гору крестоносцы, которые устанавливают молитву на восток. Главным местом, главным храмом христианским в период крестоносцев устанавливают золотую куклу, которая называется «Терпум Доблине», с чем он, собственно, и является, совершенно адекватное название, то есть, храм Господа, который превращается в церковь, но алтарь обращен там на восток. Более того, маленькое здание, расположенное к востоку от золотого кукла типа кукол цепи, в церкви крестоносцы в одной из версий есть две версии, называют местом святая святых, то есть, они считаются святая святых, травма должна быть востока, нормальный человек молится лицом на восток, святая святых, только чем востоке. и так возникает третья оста. До сюда я заканчиваю, потому что до сюда было историческое искусство. Каждое утверждение с каждым до сих пор я имею возможность утвердить источниками, а также эти источники можно найти в книге. А сейчас будет небольшое личное отступление, состоящее в том, что, как я уже сказал, мы здесь на храме, поднимаясь на храм в городе, сейчас мы евреи, мы обходим его вокруг. И мы вдруг мы понимаем, что на месте храма стоит здание с четырьмя отверями. Почему это кто построил здание с четырьмя отверями? Кто построил это здание теперь? Кто мы знаем? А почему? Кому пришло в голову вот это совершенно не очевидно? Профессор Грабаев выстроил целую сложную слою, почему это соответствует зданию византийских мартириумов. Это очень красиво, но это, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы понять, почему на центральном, самом главном месте мира именно должно быть здание с четырьмя отвери. Именно то самое здание, которое в нашей церкви описано, в том, что это не случайно, на мой взгляд, хотя нету никаких исторических технических деталей. Вот мы заходим на храмовую гору, мы идем, как всякие, как нормальные евреи, в восточную часть, поворачиваемся лицом на даму и молимся. В прошлые времена надо было молиться, прячься, в статистике. Но в наше время кто хочет приходить на храмовую гору, нормальная молитва, мельяне, с горхой, и с кадричем, все такое. Тут не надо громко кричать, не надо смолиться. Они остались все в литерамы, молятся, полголоса, но совершенно полноценную молитву мельяне читали, что сами были на храмовую горе, даже тоже читали, правда, наизусть, я не знаю. Вот. И не мы читали, а только мы читали. А дарька мечтает громко. Мы это делаем на Востоке. То есть мы идем на Восток, поворачиваемся к восточной стене двери золотого куклы, молимся как евреи. Затем мы идем на север. Я понимаю, что мы стоим на севере, и мы молимся снова, но молимся как мусульмане. У меня возникло острое желание сказать, стоя на севере, мусульманскую молитву. Мамер Рафейм, что-нибудь такое вот соподходит нашему еврейскому сознанию. Вот. Потому что мы стоим потом мы приходим на западную сторону, ворачиваемся к соответствующим западным воротам этого прекрасного купола, и понимаем, что мы стоим молимся как христиане. Мы молимся, при этом мы не нарушаем еврейские аллахи. Потому что стоя на западе, еврей по той аллахе, которая, как вы сказали, победила, должен молиться на восток. А стоя на севере, еврей должен молиться на юг, то есть в сторону Витки. Так вот, придя на южную сторону, на западную сторону еврей, ворачивая лицо на восток, у меня возникает желание позаимствовать Паттером Оскара, или что-нибудь еще такое хорошее, христианское, что тоже подходит нашему еврейскому церкву. И, наконец, осталась последняя дверь, южная дверь, лицом на север. Я долго мучился, совершенно не понимал, кто и зачем молится лицом на север. Ну, на прошлый раз, на прошлый раз, на презентации, мы здесь собирались, на презентации китайского путевозителя. На этом месте стоял, замечательно, человек, которого с нами, Василий Средний, который сказал, обратил очень внимание, что китайская традиционная молитва в краме неба обращена на север. Ну, следовательно, стоя южной стороны от какого-то земных еврей, должен молиться. Кстати, это единственное место, где мы не можем молиться, если на данный момент, это южная страна, что мы рядом с Эляксом, полиция нам не разрешает молиться. Еврей ворачивает краму, стоит в роли Китая, в роли великого китайского народа. Это вот некоторые мои личные ощущения, которые, как вы знаете, не имеют значительных точек, но дают очень глубокое понимание того, что то здание, которое сейчас стоит на месте, храма, оно стоит там не случайно. И не потому что какие-то нехорошие люди построили, а в этом есть другой мистический сенсор, но кто-то может хотя может самому не продолжаться. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МИХАИЛА 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 И после его выступления мы сделаем перерыв. Как бы он будет опять, у нас еще много бутылок вина не открыто, продолжим, немножко отменим, и мы сделаем перерыв на нашу бутылку. АПЛОДИСМЕНТЫ МИХАИЛА МИХАИЛА Я, честно говоря, сейчас уже 20 раз поменял лекцию, чтобы я совсем сбился в видеть публику, о чем я хочу с вами вообще поговорить. Собственно говоря, меня сейчас много рассказывал о подробном, правда, я только устал в книгу, там огромное количество информации. Собственно, очень потрясающе. Вот, но есть одна вещь, в которой он в книгу не... книги у него просто нету. И об этом я хочу поговорить, но причина у него совершенно на это хорошая. Если вы обратили внимание, те, кто уже смотрел, в этой книге совершенно нет никаких находов, без храма того самого, храма Соломона. Достаточно большое украшение, вот, но причины тому объективны, просто потому что на сегодняшний день у нас нету... я тоже не говорю про... даже с храма Гинуса у нас с трудом что-то сохранилось. Вот, от храма Соломона у нас нету ничего, то есть, совсем ничего, посвящено на это достаточно ясное. И, тем не менее, опять же, когда мы говорим об этом здании, об самом здании Соломона, вот, оно ценно потрясающее. Я не думаю, что есть еще один какой-то дом построить человечество, которому было бы посвящено столько как бы книг статей, фильмов, фантазий, чего хотите. И, тем не менее, у нас нету, может быть, за одним исключением, как бы, нет ни одной гостини, ни одного камня не сохранилось в этом здании. Вот. Ну, понятно, что, в течение тысяч лет, как бы, именно храм Соломона, правда, именно то он, как бы, более-менее свой, знакомый, практически, может быть, подробно. Храм Соломона, если там был там, он всегда, как будто ануистикой такой, ну, кто знает, как он выглядел. То есть, все, что у нас есть, это, фактически, это две главы инициации, то есть, седьмая глава, вот, причем, даже уже, как бы, на второго храма, отец был настолько устаревший, то есть, еврит был настолько архаичный, что он, просто не был понятен никому. Огромное количество разных технических терминов, которые большинство людей, видимо, тогда уже просто не понимали. И, собственно говоря, уже тогда, никто не знал, как он выглядел, хотя все хотели представить его себе. Вот, надо просто понимать, многие этого не осознают, но храм Ирода, он не выходил практически ни в чем. Когда мы говорим о орнаменте, о том, как он сделался, даже многие размеры уже не соответствовали оригиналу. Вот. Дальше, посмотрите, отличный пример, это из Сирии, из Кургароповс. Всему, меньше трехсот лет проходит со временем разрушения второго храма. Вот. А именно так, здесь, они именно изображают храм Соломона. Вы видите, он выглядит совершенно как римское здание, римский классический храм. Вот. Уже тогда он не имел ничего общего с оригиналом. То есть, насколько мы не понимаем, как тут был оригинал, понятно, что он с ним не может иметь ничего общего. Уже в новое время, опять же казалось бы, многие стихи очень простые. храм, который построил Соломон, просто потом был, грубо говоря, локоть, это полметра, там будут даваться точно ли локтей, 60 локтей, шириной 20 локтей, шириной 50 локтей. Дальше он разбивает футбук, типа Умаври, Халли, Двир. Вот. Вроде бы, все понятно, но на самом деле огромное количество деталей. Смотрите, здесь три вида реконструкции. Вроде бы, это тоже здание, но, тем не менее, это три совершенно разных здания. Например, посмотрите, например, святая святышка, здесь он поднят на 5 метров, на 1-2 метра над поверхностью, или у него еще второй этаж, а здесь, ну извиняюсь, ориентация здесь разная, а здесь нет, он просто стоит на полу, и здесь есть какое-то пусковое пространство, здесь он еще по-другому выглядит. Все вот эти мелочи, есть добрая дюжина разных интерпретаций, разных попыток воссоздать храм, все были уверены в себе, но, тем не менее, как мы видим, все это базировалось просто на воздухе. это можно понять. Просто, а все, что у нас было, это две главы устаревшего древнего хаичного иврита из менее верхнего завета, как-то, да, и кто вообще знал, что это такое. Вот, и поэтому, собственно говоря, долгое время все это оставалось как перед переваристом своей отворотой. каждый мог написать все, что он хочет, и все были правы. Да, это был в соответствии с современным постмодернизмом. У каждого был свой нарратик, вот, и каждый играл как хотел. и, честно, я, опять же, я занимаюсь артеологией, и, я думаю, что в конце каждый артеолог сознается, покрасневшись, потупившись, да, я бы хотел копать храмовую гору. Понятно, я не думаю, что кто-то, да, мы будем все отпихиваться очень долго, но в конце сознается. Вот, и, видимо, на данный момент это станет только мечтой, как бы, да, чириалистом, вот, ну, хочется потрогать храм Соловона, правда, вот, и у меня так получилось, собственно, это то, что меня Оксане попросили рассказать, и я вот очень рад, была честь для меня, да, совершенно случайно я блин эту историю. Теперь есть огромный спор, он уже 30-40 лет длится относительно, и вот тоже перекликается, как бы, с темой этой короткой лекции, относительно историчности средних книг Веков-Заветов. Вот, сейчас, опять же, в соответствии с постмонаргейским нарративом, деструкционизмом и всем остальным, вот, очень любят, сжигать всяких святых коров и разрушать ревизы, вот, и стало очень популярно утверждение, что весь Веков-Завет, весь Танах, как бы, я говорю про книги царств, книги судей, многие из хороков, это все, в принципе, придумал Чечен в 18-ом году, что он не верит никакого исторического обоснования, это где-то через тысячу лет после, якобы, этих произошедших событий, сели какие-то идеологи, может быть, даже в 18-ом году, и написали с чистого листа, ну, примерно, как Тонкин писал, да, Средиземное царство, а они просто написали такой красивый миф, для того, чтобы показать вот вывод царства Давида, на самом деле, и Давида не было, и Золона не было, вообще никого не было, вот, и, опять же, эта тема, она целый смесер, но здесь мы увидели просто несколько фактов, то есть, английский текст, опять же, почему-то было так удобно, и так просто, потому что никто не понимает английский текст, по крайней мере, большинство простых людей, вот, и показать, какие-то непонятные стихи, которые, откуда они появились, тоже это было очень удобно, а тут еще и храм, а что можно, если еще и храм Соломона, ведь и Соломона, и Гамитом сжечь, и, как бы, это будет тогда очень замечательно, сжечь, я имею в виду, философских научных жителей, вот, и есть целый ряд ученых, которые утверждают, что храм Соломона это фикция, как бы, да, еще раз, это не менее, чем, я не знаю, инфекционеты Шекспира, да, и что искать в этом субурном тексте, что-то историческое, нет никакого смысла, так, да, это все совершенно придумано, вот, и эта наша история начинается в июле 2007 года, вот, я думаю, здесь многие уже знают, что такое Хиркаява, здесь вы видите ее с воздуха, население, которое, даже специалисты, не знали, что это за место, еще 12 лет назад, было совершенно не находилось всем на карте библейской археологии, вот, и мой друг, мы вместе с ним начинали учиться, с арганой, вместе сломали первые табунж, бронзового века, когда были на учебнике на стопе, вот, он работает, работал тогда в отделе рубежа, в отделе древности, те, которые борются с рубежом, и, 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 вот, это был его подотчетный участок, он здесь много-много пройдет, и, собственно, вы видите, это место после раскопок, но вот это было раскопано, это было раскопано, все остальное, видите, оно как в раскопок, там и после, оно все было на порядке, но у него там было много археологов, и после него, и на он никогда не попадал, как вот, археологический, так сказать, фонарь, вот, что-то позднее, то ли юнистическое, то ли, вообще, турецкое, не стоит никакого внимания, вот, однако, он, он что-то увидел, что-то заметил, он предположил, что это гораздо более древние развалины, он пришел к Иосифу Карпетеру, который вообще занимался, когда при истории, занимался, халькалитом, то есть, примерно, тысяча-1500 лет после творения мира, древние времена, вот, и, он приходит, пойдем, раскопаем вот такое место. Поначалу, теория была, что это, может быть, вообще древняя СГАР, но она быстро-быстро отпала, и, на ее место, мы тут поняли, уже в конце первого сезона, в седьмом году, что место это гораздо более важное, до такой степени, что через два года, у нас есть, склонность к драматизму, есть, если вы знаете, есть тессор, это большая конференция в одном из американских городов, там собираются все-все библейские аналоги, как фотки-мати такие, вот, и была, все уже знали, что что-то будет, он вышел, в черном костюме, в стройке, в черной шляпе, а кто выглядел, знаете сами, как ходит, вот, включил, включил, первый слайд, там гроб, вот, я не был, но мне рассказывали, но он говорит, я пришел сюда, как гробовщик теории минимализма, он начал говорить, все поняли, что будет рака, вот, и рака получилась на славу, вот, должен сказать, вот, и в конце концов, в этом городе вышло, из этого города вышло огромное количество информации, видимо, впервые, не видимо, впервые, мы смогли, выцепить то, что до сих пор, никому никогда не удалось сделать, найти город, выделить город, который датируется временем царя Давида, с укреплениями, с свидетельствами администрации, самые древние тексты на иврите, которые сегодня известны, или, кусочек чуть-чуть, вот, на иврите, вот, и, что наиболее интересно, с признаками культа, который явно, показывал нам, да, стрелочкой в сторону, именно индейского культа, ехананского, не филистинского, а именно индейского, вот, конкретно, вы нашли, по крайней мере, остатки трех зданий, я бы сказал, если предположить, кто там жил, не забывайте, во времена Давида, это еще лет за 70 до того, как будет построить храм, правда? Кто тогда был в этих культовых зданиях, видимо, тот, кого мы называем, мы видим, то есть пророки, вот, примерно как, причем они всегда с городскими воротами рядом, то есть, как, например, мы знаем, что он жил, я называю городскими воротами, вот, и одно из зданий, вот это вот, находится здесь, как раз, как заходишь в южные ворота налево, то есть, ты видишь карту, ходи городские ворота, заходишь, и здесь большой комплекс, вот, вот, там мы нашли совершенно потрясающие находки, огромное количество находок, среди них две, которые, то есть, заняло время понять, что мы нашли, когда поняли, вот, и странно, такое ощущение, что, вот, в пяти километрах, мы нашли то, что, люди искали герусалин в течение многих и многих лет. здесь, вы видите план, комнаты, то есть, когда мы заходили, в это пультовое здание, здесь такой, коридор, это, разные комнаты, они замечательные, но, здесь, с ними, отношение к нашей лекции, самая важная была часть, вот, это, вот, две большие комнаты, с, инсталляциями, ритуального, явного использования, и, это у нас, уже внутри, припасной стены, вот эти две параллельные стены, например, особая козематная, припасная стена, если она вам что напоминает, если вы помните, Рахав, помните, и кто у нее был в стене, может быть, это как-то связано, вот, там, действительно, посмотрите, это алтарь, вот, это на сегодняшний день, из таких домашних, самых редких, известных нам, опять же, иудейский алтарь, почему я с такой верностью говорю, иудейский, еще раз, у нас есть огромная отличная информация, но, пульт, они конические, то есть, в отличие от хранцев, в отличие от херестемлян, у нас нету там никаких некошерных изображений, то есть, фигура красная, которую мы находим, куда-нибудь в музей, где вы увидите сотни, вот, это, видимо, алтарь, возможно, это в том, что он называется, по-моему, в контексте, чтобы попасть в эту комнату, видите, такие ступеньки, по этим ступенькам можно, сейчас, то есть, мы заходим из центрального двора, вот, по ступеньям спускаемся к этому антарю, вот, но интересно, ступеньки находятся справа, сюда, вниз, перед ступеньками, опять же, видите, на плане, вот он находится, здесь, здесь, что-то вроде такого, крупного чана, сделанного из камней, скорее всего, он был замазан, естественно, чтобы вода не уйти, камер, он был утоплен в полчас, нельзя было зайти в комнату, без того, чтобы пройти, даже не пройти, а чтобы вступить в этот чан. Опять же, я очень-очень осторожно это говорю, а может быть не осторожно, но фактически мы видим с вами самая древняя прото-прото-прото-прото-митвы, то есть, это чан для ритуального оважения, там может быть само будущее, не за лестничку, но для ног он действительно достаточен. Совершенно потрясающие находки. Теперь, там было найдено много разных объектов, разных предметов, совершенно потрясающих, кстати, ни одной свиной косточки там не было найдено, это не смешно даже, но уже с 12 века статистически в еврейских поселениях неоценных костей. Когда я говорю нету, то есть, если у филистинлянных 20 процентов может быть ценных костей, то в еврейских поселениях будет 0 процента, 1 процент. Всегда в утро, как в ночью. Но в принципе это не было принято. Теперь в археологии есть очень важный закон, фактически последнего дня последнего дня последнего дня. Самая важная находка будет, когда тебе нужно складываться и ехать домой, все, закрывать сезон, ты целый день работаешь, это огромное количество разных процедур, которые нужно, чтобы все это сложить, и в последний момент поднимаешь пол, находишь что-то, ради чего тебе придется остаться еще целый день и снова все успокоить. и действительно в одном из этих казематов там как бы теоретически есть пол, но практически эти полы возобновляются постоянно, и ты никогда не знаешь где последний пол и где уже идет материнская порода. вот, и ты не хочешь пропустить, то есть ты не хочешь докопаться просто до скалы, и тогда порог не устанется. Вот, ты должен остановиться в какой-то момент. Честно говоря, видимо, остановился, может быть хорошо, может быть плохо, на одну поверхность выше, на одну, на один пол выше, чем нужно, и была одна девушка у Джекси, волонтер, я говорю ей подбите еще раз, пожалуйста, мы сфотографируем последние фотографии, не просто последние, мы должны были этот участок закрыть, мы вроде бы все интересные находки замечательные, все закрываем, и уходим. И она говорит, я могу это перевести то, что она сказала при этой публике, как бы, what the hell is that? Она понимает эту фигню, вот, это Пикер, кто-то знает, он, кстати, он настериолог, он занимается мавильскими диалектами, он как раз, если узнать тексты из Илья Будру, который из Вавилона, из Диаспоры, он как раз, часть проекта о них переводит, вот, и он как раз подскочил, один из его квадратов, и вы видите, он держит кусок керамики. В тот момент, когда он понял, что он держит в руках, сначала я думал, что он в шоке, что это замечательная находка, но только гораздо позже мы поняли, что он держит в руках. Вот, вот это вот обломок, который он здесь держит, вы понимаете, даже те, кто никогда не держал в руках, какие керамические объекты, что это не простая керамика, не простой, как шок. Вот, фактически, мы поняли, что это что-то гораздо более важное, что в иудейских поселениях, тем более царя Давида, очень-очень редких царя Давида практически, поселения Давида не находили, потому что поселений царя Давида не было до сих пор. Вот, это было очень интересно. Мы перепахали все, мы пошли, там, где была выброшенная земля, мы просеяли все через пунктную петровую сетку, но вот потом есть специалист, который работает над реставрацией находок, все склеило, и получилось вот такое. Вот, то, что вы видите, это модель здания. Опять же, когда мы смотрим, это не просто модель здания, мы находимся в ритуальном контексте, в ритуальном здании, это модель храма. И вопрос, который стоит перед нами, а модель какого храма может быть в городе, который явно имеет все данные данные, это жительским, израильским, ничего похожего, а модели храмов мы знаем десятки, даже сотни, начиная еще с периода неолитоков и практически до наших дней. Все люди, даже сегодня в Гейции, в Уфьёбии, в разных странах могут увидеть модели сортей, которые вдоль дорог. Значит, вопрос, для чего их делают, мы в конце покоснемся. Вот, теперь мы находили их уже в первых каях, посмотрите, это первая модель, которую мы нашли, она была полная, вот, то есть у нее даже сохранилась дверь, у нее нет фотографии, вот видите, это дверь, которая вставлялась как раз в проход, там было отверстие, вот здесь видите остатки отверстия, так что ее можно было закрыть. Но, эта модель храма достаточно базовая, то есть, в ней нет никаких особых деталей, и мы на нее просто не обратили внимание. То есть, замечательно, храм, модель поставили, но, честно, мы не придали ей особого внимания. Вот. Но, когда мы добрались до этого, она была потрясающая. И здесь есть огромное количество деталей. И, ну, смотрите, вот это вот странные непонятные блямбы, которые висят над входом. Опять же, люди более драматичного склада у нас расстроены, что это руки, головы, головы. Но, у нас есть такое будущее, как вы видите, две колонны, которые, как бы, да, флангируют вход в здание. Обратите внимание, как вы думаете, что это? Льва. 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 Совершенно верно. Льва-льва. Вот. Тут же тоже кто-то бездонскриптную. Но, как же можно, левые изображения, если мы говорим про гудейский храм, помните, я сдавал, нет ни кошельных изображений. Тем не менее, со львами и с некоторыми другими животными у нас нет никаких проблем. Мы их находим в тексте, в храме, и львы, если вы помните, даже под пирамид с львами. С львами у нас нет никаких проблем тут, наши львами. Да, ну ладно. Посмотрите даже на вот эту вот колбаску, хагуну лучше, чтобы сокровить. Где? Через колонну, да? Через колонну, да? Сложен на порохе, да. Опять, то есть, мы смотрим, здесь есть еще детали. Опять же, две колонны сразу нас наводят на мысль, о, я хрен в глаз. То есть, а? Секунду, да. Но идея есть. Но идея есть. Вот. То есть, детализация настолько потрясающая. И многие из этих деталей нас приводят в эту сторону. Опять же, это индейский город. Храм обязан быть индейским. То есть, параллель, она сразу как бы приходит в голову храм Соломона. И, казалось бы, ну что еще можно попросить? Я продолжил копать в этом дворе. И в это время пошли вот такие вот обломки камня. Очень хорошо отделанного, красиво, покрытого краской краской, красной краской. Честно, на первый взгляд, это выглядело, как, если вы знаете, есть такая каменная, белая, ритуальная, в основном каменная мебель ирода, времен ирода. от чего мне поплохело, потому что это значит, что я где-то пропустил яму у Железного века, и сейчас придет гост и бьет меня нафиг, потому что, это то, что археолог не должен делать. в тот момент, мы все проверили, все наше, как бы, десятый лет, сомнений нет. Никто никогда, потом, ничего не видел вообще. Слово совсем. Опять же, мы все просеяли, собрали все элементы, которые могут быть, и когда Horn of Coin, специалист, да, реставратор, склеила все, то получилось вот это вот. Это самый пикарший, если что. Посмотрите на размер этой модели. Он вырезан весь из единого куска меловой породы, он нянький, позволяет с собой делать многое. Он потрясающий. Ничего подобного нигде, никогда на Ближнем Востоке не было найдено. Есть обломки каменной модели на Кипре, но не имеют отношение к нашему рассказу. Вы видите, некоторые детали, белые, это гипсы, они были восполнены, но, в принципе, он почти полностью сохранился. И он был потрясающий. Интересно, что внутри, это загадка или ответа, было найдено углубление такое. Обычно такие углубления в хэнанских моделях остается, там, хэнансы бронсовые вставляли туда, обычно фигурку БК или еще чего-то. то есть, атрибут того божества, который не повторяется. Но, если наш мод, его нельзя изображать, то что же там было? Возможно, там был какой-то символ, я не знаю, как бы, у нас нет ответа на этот вопрос, но это остается, какие будут загадки оставаться. Вот. Обратите внимание на вход, такой необычный, с травмом, с углублениями, посмотрите на эти зубья, вот, и вы скажете, да, вот так мы все видели, как выглядит храм Соломона, помните, потому что, кто только его не реконструировал, это не похоже. Вот. Вот. Но, вот, крупным планом, а, вот это я хотел показать, видите, по круглому времени, то есть, явно, что-то было в рот, но не знаю, что. Обратите внимание, видите, здесь покрашен красный цвет. Это тоже должно навести на мысли, какой красный цвет, что красный цвет. Вот. Кстати, когда вы ходите по музеям, видите, или там идете в Парфенон, или видите прекрасные греческие статуи, они никогда не были белые. Ни статуи, ни храмы греческие, они все были покрашены в разные цвета, красный, желтый, синий, все было очень, такое, как комикс, очень ярко. Вот. Это должно помогать на определенную мысли. И в концептном целом это все привело к очень, как я говорю, сильной, несколько лет работы по Йоси и общеницам, который был, она промоцепт, она сделала такую патенту, был завод в Швейцарии, потом ей все надоела, она все пробовала, и 70 лет пошла делать дектора по храму Соломона. Вот. У нас есть люди, я слышал по ней, да. Вот. И, с этого, это было только начало пути. То есть, само, вообще, это было революционно, почти что на грани фору. Предположить, что, какие-то находки, найденные, бог знает где, могут отображать библейский текст, вот так вот физически, то есть, сегодня, при крестном тексте, принято относиться, примерно, как 150 лет относились, опять же, Илья Дегомера, то есть, нельзя его воспринимать. Он, этот сумасшедший, как его, Софей Шлиман, да, он пытается найти горячий источник, холодный источник, Илья Дегомер. Что он делает? Вот. Примерно так же, как вы можете, наутивные виды, работа эта произошла, и, фактически, они смогли восстановить облик храма, деталь за деталью, делая то, что никому, практически, никогда не приходило в голову. Поскольку, как вы видите, что этот храм реально лежал в земле, то есть, храм, модель храма, если предположить, что-то модель, того храма, храма Зламона, но она перед нами появляется во времена Давида, то есть, за 70 лет до реального храма, то можно сделать очень простое, хотя, нужно, как бы смело, чтобы было такое предположение, вот, что традиция построения храма, она, как раз. Вот. Не забывайте, кто, собственно, построил храм? Помните, откуда мастер приехал? С Кирилл? Совершенно верно. С Ливана. Вот. Вот. Хирам присылает человека, который, опять же, он видит мою разуму мастер, всю жизнь строил какие-то храмы. Вот. Опять же, у нас есть местная традиция, то есть, он все, то, что узнал, привез с собой. Вот. И, здесь я вам дам буквально два-три примера, показать, как совершенно непонятный, иногда окажется еще безумный текст, пользоваться. Пользуясь этой моделью, пользуясь еще некоторыми находками. Попально несколько примеров. Вот. С Руси становится и автурцией обширной. Например, вход в храм. Вход в Винскел, дверь из масличного дерева, пятиугольные, микросикральные. И вход в храм сделал косиктив масличного дерева и четырехугольные. Обратите внимание на Игры и на русский. Все переводы, они очень сложные, просто потому что никто не знал, как переводить. Между словами, три жены, и дверь хабиши. То есть, переводим с Игры как? Что-то четвертое, что-то пятое. Вот. И на русский перевели просто дословно, как бы, да? И, что такое пятиугольный косяк? Вы можете себе представить? Я имею в виду косяк, то, что на двери, да? Вот. Я просто на всякий случай считаю, что очень... Косяк. А вы думали, правильно, да? Вот. Что такое... Что-то про пятиугольные языки. Никто никогда их не видел, как-то, да? Это семональный перевод, кстати. Но никто все равно не знал, что это такое. Перевели. Кто знает? Может, что-то юристическое, может, оно держалось там, не знаю, с помощью каких-нибудь магических сил. Вот. И, тогда, да, и модель, да, они начинают заниматься, да, они идут, смотрят на изобретенное искусство. Вот. Ничего подобного в Ханаане, если мы ищем ханаанские корни, нас нет. Но вот это, например, печатистая адра, наиболее пяти тысяч лет, она не единственная. Обратите внимание, вы видите, какой странный вход? Да? Такое ощущение, что он, видите, как будто вдавленный вход какой-то. Как представить перспективу. И обратите, конечно, на две вот эти колонки. вот. Это, как бы, персонификация обыденного божества. Но, одновременно, это все колонки, которые в фанге охраняют, вот правда. Вот. А это Мари, это уже за 800 лет до нашей модели. Опять же, обратите внимание, это вход в царский дворец. И вы видите вот эти вот углы? Раз и два. Это совершенно то же самое, что здесь показалось. Да? Если мы идем обратно, да? Вы видите, это совершенно то же самое? Да? То есть, углубления такие подходят. Вот. Это уже совсем наши технологические. Это, это такой храм и царский дворец, сирийский город. Фактически, это южная функция сегодня. Вот. Опять же, это вход в храм. И посмотрите, мы видим совершенно то же самое. Вот. Мы видим, что эта традиция, она явно существует. Более того, давайте пойдем. Вы знаете эту штуку? Это стелла Хамурапи нашего. Это Хамурапи. А? Да. Вот. Там внизу как раз все его законы. И обратите внимание, на чем он сидит. Мы видим, что такое фасад храма. Для большинства народа, фасад храма, это и есть храм, потому что каждый храм никто не выпускает. Поэтому, если хочешь человеку показать, что вот он храм, показывай фасад. Вот. Мы видим совершенно то же самое. И это напоминает нам, опять же, псалмы. 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 Ну, и мы уже описываем вот что. То есть, он сидит на троне своей святости, своего величия. Вот. Это очень-очень. В данном случае, он не храма сидит, а на ромах. Да? Но мы видим совершенно один и тот же их понятие. Так вот. так что, вдруг, наши пятиугольные косяки, которые никто не понимает, что с ними делают, вдруг превращаются в совершенно реальные, да, плоти крови, в совершенно реальную архитектурную деталь. Вдруг, мы можем предположить, как выглядел ход в храм. Вот. Казалось бы, когда мы берем текст, который никто не знал обвести, и модель храма, который никто не знал, да, пришить, которая лежала 7 лет, 3 тысячи лет, когда мы это соединяем, оно вдруг становится все очень реальным. Это, кстати, посадковый жертвенник, который мы нашли тоже в священном здании, как и в другом, в киргах Каяфа. Обратите внимание на, видите, его вот эта сторона выполнена как раз как вход в храм. Что интересно, то, что мы нашли в жертвеннике, модель от Каяфы, то, что мы нашли в этом жертвеннике, вот, это вот эта вот так, куча таких моделей, с таким входом нигде нету. Причем не только в Иудеях, там есть одно исключение, я вам покажу, но и в Ханаане. За 3 тысячи лет истории Ханаана и то, что было до него, у нас есть десятки остров, вот, но ни в одном случае такой вход у нас не будет присутствовать. где такие входы, мы находим в огромном количестве, в Бесоботании, в Сирии, в Беваде, где, как раз там, откуда, помните, по легенде, почему по легенде, потому что библейский текст был запретен на тысячу лет в блаженство, мы не можем его воспринимать исторически, но, совершенно случайно, по той же самой легенде, вот, вот, как раз поместили того, кто прислал автора наш храма, керам, кстати, не тот керам, а тот керам, да, вот, как раз в Риман, там, где такие пятиугольные пазики, то есть, такие входы, можно найти где угодно. Вот. И в том, мы можем реально представить этот вход в Храм Соломона. Вы видите, это вход в Тейхань, и дальше такие цветы, которые, здесь будут, нужно будет, ухватяться, сфир, то есть, сходишь Кадашин, вот, это, типа, четырехугольный, то есть, не четырехугольный, а четырехуступчатый, правильно его теперь назвать, а там, пятиуступчатый. И вот, у нас, храм, начинают обретать плоть, вот, это, обратите внимание, замечательно, есть таких миниатюр, несколько известных, от Сирии до Израиля, вот, из Турции, из Турции, одна найдена, это, один из потрясающих, самых мотивов, известных, во Ближнем Востоке, женщина в окне, Айшама Ханон, есть, несколько таких, мне, два разных примеров, Михаил, дочь Шауле, смотрел из окна, когда она увидела, Давида, скачущего, и прячущего перед Господом, он призрел его сердце свое, вот, вы видите, женщина, которая смотрит из окна, кстати, один в один, вот такой вот подоконник, с такими колоннами был найден, в дворце Браматраха, он стоит в музее Трая, то есть, оно все реальное, да, оно все, можно пощупать, и обратить внимание на, 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 саму рамку окна, она, опять же, имеет, вот такой вот, уступчатый вход, то есть, то, что мы находим, именно во дворцах, и в храмах, где-то там, в Сирии, и бесплатами, и только Давид, в смысле, я имею в виду, Соломон, приводит его с мастером, но опять же, сама идея, видимо, привелась раньше, но, учитывая, кстати, что еще там, да, Давид покупает, материалы, и с Ливана, еще раньше его, вот, и это, идет, такое, очень подробное описание, Яхина и Буаза, если в локте, ну, в талон, такой, очень подробно, и, честно говоря, мы не знаем, что это должно значить, но, в красном артефоре, венцы, на верму столбов, сделаны наподобие лилии, в четыре локтя, и венцы, это еще одна, намного менее известная, модель, капителя, это, видимо, шриц, посмотрите на вот эту, сразу, шапиньон, это не шапиньон, это модель, капителя храма, капителя, полонны, что вам напоминать? Нет, из архитектуры, что вы знаете, ионического колонны, так? Валюты, вот, подобного рода, капителя, здесь вы уже видите, лилия, можно уже сравнить, она известна по всей идее, и Израилу, именно в тех местах, которые ассоциируются с дворциальными, с администрацией. Краму у нас нету, поэтому, наверное, ничего не можем сказать. Это из города Давида, это из Хатсора, вы можете представить себе как все это, но и другого богатства. Это, видимо, доска для настольной игры из Самарии, то есть, видите, такой модель, узор очень популярный, и, посмотрите, замечательно, здесь вы видите изображение как раз каких-лилий подобных, их называют, поэтому, иолическими колоннами, вот, из дворца. И неудивительно, что на самом деле это то, что мы находим в девятом веке, в десятом веке это то, что мы находим в девятом восьмом, и еще через 300-400 лет это превращается в вполне сложивший сиренский стиль. Вот. Но, опять же, все как у них, но с одной, то есть ухо-нуансов, или у деванцев, но с одной маленькой детали. Нет изображений животных и людей, естественно. Посмотрите, это опять же с нашего жертвенника такие расходящиеся лучи, немножко похожие на на финиковую пальму. Посмотрите, это из Телелхова. Телелхов – это ханамский город, и мы видим почти то же самое. Вход в храм, как здесь, в пальму, но по бокам, в принципе, одногромные женщины. Это как раз Ехиный глаз, только их, мы не знали, как назвали. Вот. И, смотрите, опять же, лев, мы его уже видели, здесь он очень крупнее. Это основание одной из двух колонн, которые закрывают вход в храм, а это храм в стихе Каяна, это царский Творец в Сирии. Опять же, вы видите, вот эти две колонны, их Яхим и их Боас, и в основании стояли вот такие вот пары голов, совсем как тот, который есть у нас в основании модели храма. вот. Это из Касилии, это уже филистинская модель храма, и вы видите, остались только ноги, две женщины, опять же, их Яхим и Боас, их, да, пытается назвать, а это совсем потрясающе, это из Китёна. Вы видите, здесь даже большинство их вылезает, посмотрев, кто там пришел, и вы видите, совершенно те же самые, да, вот. И еще одну деталь, я расскажу, и потом мы закроем с этого. Вот эти вот супер странные, они вообще никуда не вписываются, в какой-то целомой храм, вот, посмотрите, да, и тогда мы обращаемся, опять же, к едицарску, и нас могут быть по мосту из Киена напрямую на 45 столбах по 15 в ряд. Тут что люди только не пытались понять. Многие реально рекламировали храм, 3 ряда по 15 столбов, и получается уже какой-то непонятный лотерин, вот, и вдруг, когда вы смотришь на модель, посмотрите, что у нас здесь есть, видите, здесь 3, здесь 3, здесь 3 и так далее, что-то нам напоминает, когда перекрывают, что такое 15 по 3, это по-другому, то есть, для того, чтобы перекрыть крышу, нужно взять балки, но поскольку кран огромное здание, относительно, то простой балки будет мало, недостаточно, чтобы крышу держать, и тогда можно связывать по 3, и как раз, это везде в архитектуре можно найти, это просто балки, которые торчат лицом наружу, только в какой-то момент, видите, здесь, это замечательная модель, это могила на Темисосе, вы видите, совершенно те же цветы, но они становятся каменными, то есть, это просто становится архитектурной деталью, и вы видите, вот этот корпус, ученый фон, и те же самые колонны, вот, и, посмотрите, мы идем в Парфенон, да, это греческий храм Парфенон, вы видите, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, нас вздем, получается, что то, что у нас здесь есть, через несколько сот лет становится в Греции классическим дорическим ордером, но мы, видимо, им даже изобрели дорический ордер. Опять же, не буду говорить мы, или не пейтся, как бы, да, это наш сибирский фронт дел, да, вот, и, вдруг, еще раз, мы берем текст, который не имел никакого смысла, никто не знал, как его объяснить, накладываем его на модель, и вдруг он обретает жизнь, как бы, да, он становится совершенно настоящим. Здесь еще один маленький пример, это опять же львы, если помните, это глухонок, странные, непонятные машины, с колесами, которые по верху реча, и там были изображения 2 и херебри, да, и тоже, опять, насколько они кажутся необычными, но они тоже были найдены, это из-за крона колеса и часть конструкции, а это с гипра один такой настоящий, совсем как в сексе, только настоящий. Вот. И последние детали, я не помню, потому что, по-моему, для жидкости как бы, это не для ламп, насколько я помню. мы потом, да, я закончу, так сказать. Вот. Нет, колеса очень простые, они тяжелые, чтобы можно уходить. Вот. И, смотрите, и я построил, и я построил себе великий дворец, это Еремия, значит, приезжает на царей, да, с большими, верхними, значит, верхними этажами, вот, и сделал большие окна, и выложил, значит, все это, выложил все это деревом, и покрашу это в красный цвет, нашел в больший шар. То, что вы видите здесь, это реальные стены, покрашенные в голубой и красный цвет, из хранского храма Блатиши, 200 лет, ну, старше, чем наш храм. И мы возвращаемся, если помните, модель, наша модель покрашена в красный цвет. То есть она тоже все становится очень реальным. Сейчас я буквально вам дал 3-4 детали, чтобы вы могли оценить, насколько эти коробочки из длины и из гамля, они важны, а деталей там огромное количество, и они все ошумеляют детестный текст. Вдруг эти термины, которые были никому не понятны, когда мы картинку смотрим, они вдруг становятся живыми. Вот. И здесь вы видите достаточно осторожную и большую всю последнюю реконструкцию, предложенную в науке последние годы, Гаркетелем и Мамчоку, но на этот раз она основывается еще раз не на фантазии, не на попытке понять терзины, которые никто не знает, как объяснить, а на живом, так сказать, материале. И вдруг, оно, да, вдруг Храм Соломону становится гораздо, если я не ошибаюсь, в книге он представлен, да, именно на фантазии. Я обязательно скажу. Вот. И, собственно говоря, это две вещи, которые я хотел бы вам понести, я надеюсь, то есть, как иногда какой-то непонятный холм, можно сказать, где он может нам рассказать шашлык, какие-то вещи о храме, который он тогда не видел, который был разрушен и покребен под руками мусора. И вдруг, у нас есть возможность увидеть его, потрогать его, можно сказать, руками. Вот. И второе то, что, еще раз, сегодня так становится популярно, просто потому, что это популярно, да, то есть, отрицает любую историчность библейского текста. Я тебе говорю, как, ну, уплённый отрист, ну, почти уплённый отрист, вот, но относиться к библейскому тексту как к детской фантазии, как бы, да, и даже сама попытка рассматривать детали библейского текста в историческом контексте отторгаются с презрением, что дети малые. Вот. Но вы видите, что, на самом деле, иногда подругищи, изучающие детали, при помощи отработки, в данном случае, да, становятся для нас практически, вот, живыми. все. Я думаю, отступаю. отступаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что немного завидую от поводов, которые громче сейчас. Я немного завидую от поводов, потому что всегда очень интересно слушают, они всегда говорят о чем-то важном для всех и о чем-то ну, то есть о прошлом, и о чем-то всегда очень материальном. и о чем-то они находят. Поэтому мне всех интересует. Все лекции, например, я присутствовал, когда слушал эти вопросы, все это очень интересно. я думаю, что могу сказать о потоках, которые обычно обсуждают какие-нибудь очень неприятные темы, и мало кому интересно, поэтому я хотел на самом деле это рассказать про то, почему я вдруг начал делать и так далее на правом лагере, но несколько встреч не категорически перпендировать. на самом деле начало было простое. Мы учимся в одном классе, на том, это вдруг семи лет. Поэтому тогда он сказал, давай на этом я в эту авансирую реализацию, потом учусь и начало и начало и начало выбирал всех тысяч фотографий, которые я знаю, сделал. Надо сказать, что это абсолютно интересный. Вообще было очень интересно для моего приятия, потому что автор этой книги говорил мне, что он фотографирует сам глазами я не знал, что вы понимаете, какая коммуникация была очень странным уродом. И туда и это он должен это быть. А какое оно? он сам дал только публику читать. Я немножко утрирую, но я об этом рассказывать не хочу. А мне попросили сказать современную музыку. Потому что я никакой фотограф нет много разного. а я занимаюсь современным инструментом. Это такое непонятное словосочетание, которое очень нематериальное, которое мне надо вам за 5 минут если через 5 минут не закончится, то что-нибудь остатки. Я не знаю. Вот при некоторых это уже вот и вот все такое современное. Но вы повторите, или 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 есть речь традиционная 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 лапция но в основном это прошение прошение отставления что-то что-то тир это очень благодарное такое полезное понятие, но они совершенно не ничего но у фотографов очень важными названиями на лице журналисты но это тоже действительно отношение хотя конечно же это приемлемо не существует часть фотографий но это тоже есть очень приходные задачи коммерческой фотографии ну например свадьб и другие памятные события вот это тоже очень прибыльное и хорошее дело но это тоже не имеет отношения к успокоу а вот а что имеет отношения ну практически все остальное и значит люди которые которые заняты сегодня заняты очень важными человеческими проблемами ну например это какие темы как тема тема коммуникации между людьми тема отношений между человеком и обществом между разными между разными частями общества как люди договариваются ну и так далее это темы которые очень тесно связаны с различными с психологией человеком все такие разные мастериотипы все такие разные как бы мысли на тему того как человек вообще мыслит то есть понимаете да казалось бы далеко это реакцирование на данный но это то в чем мы и и у меня есть свой разговор в этом 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 деятельности я занимаюсь человеческий палец вот меня интересует разум интерес пары штуки которые ну например вот известно это известно всем даже ученым даже не фотографам даже не фотографам что память вообще попадает в смысле ну прям то что мы хотим не упоминает а то что мы хотим забыть ну как иначе этот процесс он в общем такой не всегда осознанный но он существующий да и вот в какой момент меня заинтересовало вопрос а можно не оборудовать то человека нет и ясняется что интересных интересных и люди оказываются так же склонны замечательны что у них не было так же как и то что это два процесса которые идут по разным сторонам и здесь не занимается научно хотя не мешает то не так оставить всякие теоретические эксперименты вот например в один я приобрел архив чужих фотографий а так потом не все они могут напаскать чужих фотографий если на них никто не не у авторов у настоящих авторов не нашлось контекста такого обнаружения сейчас это не так потому что не все люди и вот однажды я приобрел такой архив я тогда еще в России и вообще новый у меня нет и это тоже имеет отношение с я приобрел такой архив и я не знал чего это такие которые сделать вообще не могут потому что чужая семья семья и даже если я все все я не мог возможности вот я начал распечатываться смотрел что я обнаружил что чужая семья семья она тут моя родная потому что нас вот такое количество вещей из моих истории но вот даже то привыче что сюда пустят пустят горячую воду и пустят горячую воду с мальчик ну относительно похоже и может быть охлаждать вот но там были какие-то странные вещи как дядя пустят у меня была планета ваз я не помню что он уменьшает работать ваз и значит тоже оказалось что он визуализовался вот этот пласт который ваз это мое понимание вот и тут вот фотографии и очень много времени показывают такие большие вот и это такое прошлое пока я эти фотографии рассматривал приводил в порядок сканировал террористические родные это семья то есть оказалось такое прошлое но оно проработало насколько как будто бы я помню ненастоящие есть термин эффективная вот это залегло в мою эффективную память тогда почему я сказал что я что уже приехал сюда это человек есть у меня прошлое есть у меня есть только будущее у меня будущая мечта и значит мне эту мечту надо строить то существенное простое что ощущается не нужно расставить расставить какие-то вещи в форме кучки чтобы можно сказать вот я из этого расступил здесь как бы мысленно 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 были инфраструктуры которые как бы которые являются проектом проекции души души на на прочее они они многие из которых делал на самом деле не я тукань вот а проект который предложил мне сделать мы и Аня он накопался на эту историю вполне себе дополненному ум дело в том что еще до того как я пришел жить который может из которых меня несколько первое но надо сказать что я сам был удивлен я просто вообще ноль я увидел что-то такое Судович хочет пойти я не через правильное ворота неправильное время приехал в таком я пошел и меня отправил араб и на английском языке он нанесел что знаешь он говорит не верит 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 а что мне там ну понимаете куда тебе нельзя не верит а и 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 агрессивно по-хорошему они терпеть не могут они терпеть не могут но не знаю что там правая гора блестит что-то интересное а приходит и дар и говорит пока не надо что-то я пошел на другие ворота и когда указал в полу на территорию говорит не туда нельзя но это вообще не подобает я что такое нельзя он говорит ну ладно дай мне двадцать человек и я тебе то расскажу и покажу но мы пойдем в другую сторону И он, значит, провел меня наверх так, чтобы можно было все увидеть в городе. Я, ну-то, делал какие-то телефонные безсознанки, он что-то говорил. Я, говорим, не понимал, потому что он говорил на английском языке, на котором я ничего не понимаю. Но я, на самом деле, первое представление получил и понял, что мне туда надо. То есть он свое дело сделал. И как-то от каждого студента меня все не получало. То времени, то я там ворота не нашел. Но еще что-то мучили. И эта идея, она... Я сразу зажегся. Я понял, что вот мне надо эту мечту реализовать, закрыть этот гешталь и, значит, все это сделает. Но, к сожалению, зажгаться этот гешталь не получается. Потому что чем больше проходит времени, тем больше я этим интересуюсь. И тем больше шрифток окажу. И тем больше фотографий я сам делаю и, значит, изучаю. А вторая вещь, ну, чтобы быть, ну, как, готовыми, как-нибудь, еще одну вещь, которую мы не упустили. Я ехал по пустыню, ну, по дороге через пустыню. И увидел, я увидел в этом, значит, как живут бедуины. Мне показалось это, ну, невероятно, невероятно интересным. Ну, просто... Тем современным искусствам, когда кто-то начинает жить не со всеми, начинает жить не по общим правилам. То есть это тема, как люди договорятся с людьми. Потому что мир, в общем, должен как-то устроиться, так, чтобы, ну, как-то все сожительствовали. Но с разными интересами. И поэтому мне было дико это интересно, как они там оказались. И, ну, я не буду потом это рассказывать. В общем, я туда пошел. И мне сказали не в этот раз, а сказали правильно. Вот. И это тоже в конечном счете закончилось с тем, что... Каждое... Как? Не, Ром, мне это было не так. Они говорили не на своем языке, но они так же стихотворили. А сидеться было нельзя. Ну, так. Мы уже не поняли, чем это было. Вот. И должен сказать, что... Здесь опять мне помогли ребята из места взвечь. То есть я вот так и попал в беду ритм. Вот. И этот гештальник тоже за... Вот. Ну, в общем, на этом я хотел бы свою историю закончить. Я надеюсь, что еще будут какие-то... Какие-то такие совершенно... Проекты в ней из области современного. Какого-то памяти, которую я знаю. Потому что... Вот. Наборные точки... Мы мечтаем. Мечты нашей будущей. Фотография, она вообще взять в прошлое. То, что сделано в то время, когда все прошло. Фотография – это прошло. Вот. И когда мечта проецируется на прошлое, это прекрасно. Это прекрасно, то, что мне интересно. А сделать можно в настоящее. Спасибо. 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 всех вас. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. 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 Субтитры. Уже больше, чем 10 лет, наверное, уже лет 13, мы регулярно принимаемся как манку голода, продолжаем туда приниматься. Дальше, что на меня перетягивает? Когда-то давно, ну, давно-давно все те же, там, номинарные четырех лет назад, когда первый раз я была с набором вместе с Вадимом Нименцем и Наташей, я тогда в первый раз уже почувствовала, что хочу возвращаться туда в одном доме. Что же меня туда тянет, повторили этот вопрос? Я долго не могла за себя формулировать, а это я отогнаю. Вот только совсем недавно, прочтя книгу про Раву Хомана, с Эликемцев от Кумизе, очень интересную, на мой взгляд, книгу, я вот эта книга, где Рава Хомана помогла мне отознать в этом отношении, отознать, почему я хочу приходить на Каму в дом, почему это место для меня так важно. Я хотела бы выделить первыми идеями, очень коротко, Раву Хомана, которые показались мне очень интересными. Первая идея, это когда Раву Хоман рассказывает про слово «место», «место», «маком», да, он говорит, ну, естественно, что Маком – это одно из имен Бога. И как это интерпретирует Раву Хоман? Интересно, что Бог, создавая человеку, он дал человеку место жить, место развиваться. То есть он себя умолил, да, и отдал место человеку. И тогда я подумала, хорошо, мы будем созданы по образу подобного Бога. Вот, может быть, мы тоже должны, скажем так, считать место в нашей жизни. И, может быть, даже физическое место – храм. На эти мысли меня наговорили идея Раву Хомана. Если смотреть на эту храм, то эта идея Рава уже не казалась мне не какой-то искусственной и непонятной для меня. Вторая идея, которая меня тоже поразила, Рав Хоман, правда, который рассуждал здесь не о Украине, он говорил про Эра-Украину. И говорил он таким образом. Как вот есть хор, рам-бан, и рам-бан, и рам-бан, считать ли заселение Эра-Украину в частности 613 заповедей. Или это отдельная разница. И Рава говорит так. Если мы воспринимаем заселение Эра-Украину как заповедь, как такую ложью тяжелую, которую мы должны нести на себе тянуть. У нас есть много заповедей с Эра-Украину. Но для чего все это нужно, если это все для нас тяжело? Нет. Мы должны воспринимать Эра-Украину как подарок свыше. Это подарок нам за соблюдение заповедей. И воспринимать это с легкостью, с радостью и благодарностью. И тогда, прочтя это, у меня сразу возникла аналогия с храмом здоровья. Честно говоря, с храмом на храме было. Я подумала, что вот когда мы, грубо говоря, представляем храм, будем его восстановывать. Каким ли мы это не хотим? Что для нас это будет? Что начнут эти какие-то жертвы на шее? Вообще не понятно, что. И только свалено себе это опять на подъемные ножи. Это какие-то храмы. Нет. А если просто понимать, что когда храм будет восстановлен как подарок, но мы опять-таки с радостью и с легкостью его снимаем, то все играет другими красками. Вот, по крайней мере, для меня это играет другими красками, когда я это прочла у Рамы Курмина. А последняя идея, на мой взгляд, самая парадоценная, он, ну, допустим, так, да, вот мы действительно решили, что мы хотим дать место в нашей жизни Богу. Мы воспринимаем подстроенный храм как подарок. Ну, а что мы дальше будем делать после вот этих храмов? Для чего это нам все нужно? Зачем нам все это надо? В чем суть? Здесь я не буду останавливаться на вопросе, там, скажем, жертвоприношения, о которых мы, конечно, тоже говорим. Также идея очень интересная о том, что в храме, это единственный, у нас два их центра. Это само по себе интересно, но я сейчас и об этом, а о другом. Когда Рафруман пытается проникнуть в саму суд, может, это перекликается, когда с чем сейчас говорила Наташа и Стэн. Рафруман интерпретировал слова Анны Де Коа. Знаете, Анна Де Коа – это родители слова и сотрудники, которые мы читаем, как была Шапана. И он говорит, а что такое Анна Де Коа? Анна, говорит он, может быть, это они, я. А что такое? Я сам, когда я один – это ничего, это пустота, это ничего нет. И только если я окружен какой-то силой, то тогда у меня… Я что-то не знаю, что-то… Он делает следующий шаг и говорит, что такое Коа, в данном случае, это армия, армия священников в храме. Священники, которые стражи от храм, да, охраняют, служат там и тем самым создают силы. Но вокруг чего это окравит? В окно… «Куда сейчас подошли? А что там внутри?» Получается так, что когда мы подходим туда, то там, на самом деле, ничего нет. Это пустое свободное пространство, которое, благодаря той силе, которая его окружает, и, и в нашей деятельности в храме, это священие, и всему… Это пустое свободное пространство является одновременно источником жизни, да, А одновременно является непрекращающимся обновлением этой жизни. И источником непрекращающихся обновлением этой жизни. И это мысль о том, что вот это вот «свободное» пустое пространство Это зеркамо — как точка пред pots… На самом деле, с которой уходит вся эта жизнь, о чем сейчас говорим, меня очень поразила эта идея. И вот все, что я сейчас рассказала, это, собственно говоря, то, из-за чего я поняла, что именно это то, из-за чего я продолжаю бесхождение, то, чего я продолжаю проходить, из-за чего я надеюсь и верю, что храм в скором времени будет установлен. В общем, наши люди. А сейчас очень-очень график, я коснусь совершенно другую тему, которая уже 3 минуты, которая, на первый взгляд, никак не связывает то, что я говорила, но связь есть. Я хочу рассказать о, кто-то из вас уже слышал, о новом проекте «Место встречи», который мы сейчас начинаем разручивать. Этот проект называется, назвали его «Много букв» и более развернутым «Много букв» «Свободное пространство еврейской буквы». и инициатором проекта является Аня Левницкая- Левницкая-Левницкая-Левницкая, которого сегодня нет у нас. Что мы хотим, от чего мы хотим освободить пространство, о каком свободном пространстве мы говорим? Мы хотим освободить наше пространство от дагматизма, от однонаправленности, от власти одного мнения, какого бы оно ни было, но единственного. Мы от этого хотим освободить пространство. Мы приглашаем на важный диалог, нам важно, чтобы благодаря диалогу возникали новые мысли, новые смыслы. Это очень общее я сказала. А что мы конкретно хотим сделать для этого? Мы хотим продолжать поддерживать наши уроки, которые уже у нас есть в Иерусалиме. Многие уже знают о них. Это уроки с сырой иглом по «Кабале», с минарной иглом по «Коседуду», с Шуриком Синичкиным по «Тамуду». Есть прекрасные уроки. Мы хотим, чтобы эти уроки… Мы хотим привлечь других людей, преподавателям эти уроки. Мы говорили о курсе с Димом Кабелевичем, в новом курсе. И хотим, чтобы эти курсы также были в других городах. Это одна часть нашего проекта. И вторая часть. Мы очень хотим издать на русском языке труды современных уроков, но зрителей таких как тоже Акрума, Муниту, Шагарн, Левинаст и другие. Если вам интересно, вам симпатично то, о чем я вам сейчас рассказала, если вы хотите своими, так сказать, силами, средствами окружить и защитить то свободное пространство, которое мы хотим создать, то будем рады, и вы можете пожертвовать на наш проект. И я сейчас скажу номер телефона, потому что я не делаю запись, поэтому мне нужно это сделать. Те, кто хочет получить, я могу прислать ссылку на этот проект, где вы можете пожертвовать. Если вы пишете ваш запрос на мой WhatsApp, номер 0546 860 877. У нас еще будет создана, она уже создана, и мы начинаем раскрыть страницу. Будете много букв, заходите, и будем рады вас видеть. А сейчас, как у нас, я, принадлежа. Хорошо. Те, кто георитически не делал, хотя бы попробовать. Вот. Да, 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 да. Хорошо. Хорошо.